I have ways of blowing things off 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 Good name Fortress Accident This is a new company in the cockpit station 1 Please repeat Is this the personal law? I know the name Okay Please, подтвердите the name The name of the car The life and death Yes I have a copy of the journal When you finish the phone, you can click on the key To get access to the key Fortress Accident I can help you? How did the company in the proclienty zone? In the city of St. Brune The second one is in St. Brune The second one is in St. Brune St. Brune The church is in the lieutenant Обводит рукой вокруг Arida Sengislen Проклятая торговая зона Ну, в принципе, все логично Еще чем-нибудь помочь могу? Нет, спасибо Спокойной ночи Fortress Accident Повращается она еще И ее голос Расставляется в помехах Клавиатура Машины Так, так, так Так, печать Принтер Печатает длинный текстовый документ Каждый абзац Датирован И много похоже на чей-то дневник Прочитать распечатку Первая запись Сделана 4 февраля 51-го Неизвестный автор Краток и лаконичен Я в церкви Дверь была заколочена Так что пришлось Воспользоваться монтировкой Чтобы попасть внутрь Похоже, это место заброшено Ничего необычного Но надо спрашивать местных Нужно сообразить Как провести Как провести сюда электричество Лейтенант Наклоняется ближе Заглядывая В распечатку Поверх твоего плеча Как только ты Заканчиваешь читать Он поднимает взгляд Бормоча под нос 4 февраля Это было Это больше месяца назад Тот, кто остановил эти машины Провел здесь некоторое время Я бы сказал, недавно За месяц Месяц Не так много Как думаешь, журнал Может быть связан с нашим делом С нашим делом С нашим делом? Нет, не думаю Должна быть какая-то местная Его взгляд блуждает По различным машинам Оставленным вокруг Чудачка Продолжи читать 6-ое, 2-ое, 51-го Говорила с местными рыбаками Говорят, что мне стоит держаться Подальше от этого места Что в церкви жутковато И полно наркотиков Здесь и правда Немного жутковато До сих пор не знаю Как быть с электричеством Ну, насчет полно наркотиков Что-то там было про наркотики Любопытно Что? Наркотики Осмотреть заброшенное здание Сомневаюсь, что мы здесь Что-нибудь найдем Это лишь Рассказни рыбаков Детишек пугать Он смотрит на витраж Да и ничего жуткого Здесь тоже нет Просто заброшенное здание И холодное И в очень плохом районе Ну, да А так От чего Лейтенант так спешит Покинуть обитель сию Почему Непрестанно Он молит об этом Молвит об этом Прочитать дальше Седьмое Следующий день Наконец-то Здесь Наконец-то Есть электричество Слушай Следующий пункт Пункт Программы Новая антенна Может серия Эскер Нужна какая-нибудь Передовая модель Зачем ей антенна? Зачем вообще кому-то Устанавливать здесь Все это оборудование? Он наступает Наступает Наброшенный на полу кабель Шевелит его ботинком Прочитать дальше Восьмое Следующий день То есть, получается Запись каждый день идет Пришлось купить антенну Возникли некоторые сложности При настройке Симо помог Помог, блин Помог Говорят, остальные Вернулись к искусству Пьют где-то за городом Сулислав Снова собрал рок-группу Лекси Попрошайничает Сулислав Вот это имя, блин Просто в тамборе Повеситься можно По крайней мере Эти художники Хоть и как-то Устроили свою жизнь Это профессионалы Они могут работать В различных сферах Графический дизайн Реклама У программистов Тоже дела неплохи Но имею ввиду Они же программисты А вот у писателей У них все фигово Нужно лишь выяснить Что вызвало потерю данных И дело с концом До сих пор не могу понять Как так вышло Что резервная копия стерлась Хотя даже не была подключена Знаю 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 Все думают, что это невозможно Говорят, что я вру Я должна восстановить Справедливость Угу Потеря данных Похоже это связано с радиокомпьютерами К сожалению Моих знаний в этой области Недостаточно Чтобы понять Чем говорит автор Жаль Что-то по поводу Уничтожения резервной копии данных И о том, что Все решили Будто это вина автора Он поправляет очки Давайте почитаем дальше Художники Программисты Лекси Кто все эти люди? Ее друзья Коллеги Он пожимает плечами Должно быть Она получила неплохое Образование Раз знает, как настраивать Все это оборудование Дальше Следующая запись Двенадцатое число Уже не следующий день Сходила в магазин за едой Судя по всему В порту Забастовка Определенно не испытывая Никакой радости От необходимости Снова встречаться С жителями Мартинеза в церкви Все готово Начну завтра в 8 утра Забастовка Он потеряет подбородок Мы приближаемся К дате убийства Продолжайте Тоже интересно Хочу понять, что это вообще За неисправность Радиосети Которая заставила автора Прийти сюда Прочитать шестую запись Двадцать пятая Через 13 дней Уже какое-то время Занимаясь Пересылкой данных О Линтел Пытаясь Воссоздать Потерю данных Но пока ничего Долго не писала В журнал Поддавшись разочарованию Удалось Тем не менее Обнаружить Любопытную Пространственно-звуковую Аномалию В дальней части церкви Называют ее Воронкой В нее затягивает звук Нужно Добыть микрофон Неужели она имеет в виду? Он смотрит направо В тишину Дальше Следующая запись Двадцать восьмое Через три дня Да, первые же записи Подтвердили, что воронка Вполне реальная Я не схожу с ума Это столб тишины Диаметром около трех метров Похоже, чем выше Я поднимаюсь, тем меньше Могу записать Возможно, это Лишь совпадение Или это может быть связано С потерей данных Что привели меня сюда Столб тишины Она действительно Она говорит о тишине Я пытаюсь Я пытаюсь записать тишину Я пытаюсь записать тишину Чтобы определить ее Эпицентр по Потере Ну а Но теперь я Похоже записываю Еще и будущие Танцевальные музыки Одна и та же Песня в стиле Неодиско Снова и снова К счастью Эта песня Настолько монотонная Что мне удалось Разобрать Алгоритм Который Вырезает Ее А Разработать Алгоритм Который вырезает ее из записи На следующий день Пришел кто-то из дискотечника И даже не успела поздороваться Как он испугался И убежал Ну и хорошо Не хочу, чтобы меня отвлекали от работы Дискач Наверное Это была Асель Наверное Имеет ввиду Асель Да Тут девушка на льду Да, похоже Так, девятая запись Март 51 Мне позвонили С ретранслятора Кто-то пытался Получить доступ К Радиокомпьютеру В нашем старом офисе Это она уже про нас говорит Это когда мы пытались связаться Ха Это интересно В офисе в Мартинезе Но я ничего не могу с этим сделать Физейка магазина По-прежнему отказывается спускать меня в здание Думает Что я Причастна к какому-то проклятию Типичная обитательница Мартинеза Это Да Мы же тут дверь выламывали Эта дверь даже нас Пыталась убить И даже убила один раз Это про меня Это я пытался взломать Тут радиокомпьютера А хозяйка Мартинеза Должна быть Полин... Плезанция Почему не хочется сказать Полинезия Ну ладно Так я знал Что включать ту машину не стоило А вот и нет Это была отличная идея Ты же Узнаешь новое Именно так Ты можешь научиться управлять этими машинами Следующая запись Март 51 Новый кабель Для внешнего сигнала Два миллиметра Лапша Крекеры Энергетик Пинг Пинг Вода Зубная паста Почему-то выделена Жвачка А также пара баллонов Со сжатым воздухом Вы это слышали? Там что-то это со... Ох, блин Ты продолжаешь считать, но вдруг слышишь, как дверь в церкви открывается Сона Программистка Привет Странная женщина направляется прямиком к радиокомпьютеру Будь, пожалуйста, дружественной в NPC Будь, пожалуйста, дружественной в NPC Пытаетесь взломать мой радиокомпьютер Да? Она пристально смотрит на тебя, удерживая при этом кнопку Выкол устройства Перезагружается Именно Но только ты взламываешь не ее компьютер Ты же главный радиовзломщик Прошу прощения нас за вторжение Видите ли, мы из РГМ Я уверяю вас, опытный Я опытный радиовзломщик Я не взламываю ваш компьютер Я лишь использую для доступа к военным каналам локации Мы здесь по одному странному делу Представляем некоторых организаторов Музыкально та-та-та Мы не просто взламываем его Я пытаюсь раскрыть загадочную тайну Найти свою потерянную личность Давайте вот это вот Нет никаких военных каналов Коалиция Она не тратит от клавиатуры Если бы и были Вы бы все равно не смогли Получить к ним доступ Через гражданскую сеть Смог бы? Я же просто Бог тебе Вы правы Я просто Кобза булдыга Я ни черта не шарю в радиокомпьютерах В моем вас шарить никто не спросил Она не просила Она оторвает взгляд от клавиатуры Ты слышишь, как машина гудит Возвращаясь к жизни А теперь, пожалуйста, посторонитесь Мне нужно Убедиться Что вы тут ничего не сломали Нужно с ней поговорить Шепчите нам После того, как она Перезагрузит машину Нужно Не спорю Теперь, кстати, компьютер нам не доступен Нам доступен только Доступен только диалог с ней Что вы хотели? Женщина все еще склоняется над клавиатурой Которая мягко подсвечена гудящей машиной Я же ничего не сломал, правда? Извините, но Кто вы? Что вы здесь делаете? Помогите Что, блин? А, я понял Это задание рок-н-ролльщиков Сона Лу Каньен Кильде Бывшая ведущая программист Фортресс Эксидент И РСА Радиус Я Проработала программисткой Более 16 лет Профессионально владею такими языками, как Вокс и Орбис Круто Что дальше? Вряд ли я смогу чем-то помочь Если только вы не приглашаете меня на работу Она снова поворачивается к терминалу Она сказала Более 16 лет? Нет Должно быть, она начала программирование Еще когда была подростком Да все равно Минуточку! Вы хотите сказать, что у меня может появиться третий человек в команде? Да, да, да Все равно не объясняю то, что она делает здесь в заброшенной церкви Вы видели человека-краба? Зачем здесь так много машин? Что вы делаете? Что вы думаете по поводу анодной танцевальной музыки? Так, хорошо, по очереди Человек-краб Нет Но вы знаете, что он здесь? Да Вот он вас видел Он Наверняка Он Наверняка Видел такое ощущение, что его присутствие вас совершенно не волнует Вы правы Это не имеет значения Она Она умолкает и наклоняется, чтобы что-то сделать с принтером машины Зачем здесь так много машин? Это я установил их здесь Это мои машины, пожалуйста, ничего не трогайте Что насчет чаш с водой? Они подключены к моей машине Рэм-префект Она поднимает глаза Прошу вас, не двигайте чаши Спасибо Вот Вот как Короткое по делу, чтобы она с ними не делала ее чаши Антенна Я использую AR-1 или AP-1 в качестве обрабатывающего модуля для своего Рэм-префект 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 Ваш радиокомпьютер, да? Угу Антенна Это обрабатывающий модуль Ага Устыхает она Похоже, вы действительно ничего не знаете о радиокомпьютерах При этих словах она Отрывается от работы Я немного знаю о них Честно говоря, я вообще очень много Я не очень много знаю об этом мире Ну что ж Ладно, в радиокомпьютерах В радиокомпьютерах Все радиокомпьютеры выполняют операции по воздуху Значит, для достижения большей вычислительной мощности нужна хорошая антенна Погоди, что значит по воздуху? Через фронт Объединенный фронт радиоволн Лицензированный и управляемый компанией Lintel Восточно-австралийском регионе Радиоволны вокруг нас повсюду Она машет рукой Что значит Все, что значит по воздуху Окей, понял Как любовь Хорошая антенна? Она задумывается Полагаю, да Пока что очень Пока что она меня вполне устраивает Мартиназ очень нестабильный регион С плохим покрытием Я пока что Но пока что все работает на удивление Хорошо Но вообще антенна не из дешевых Так что я не рекомендую ее для каких-то стандартных служебных операций Фрейзер 1000 Безопасная линейка для гражданских нужд В любом случае Она снова поворачивается К терминалу Прежде чем что-нибудь покупать Вам лучше самостоятельно изучить вопрос Попробуйте Поспрашивайте вокруг Сравненькие цены Есть множество Мелье Посвященных Множество Посвященных Подобным вопросам Зачем радиокомпьютер вам? Для работы Логично Машина выглядит Как-то совершенно Инопланетно Ее ядро испускает Пульсирующее сияние Отбрасывая на лицо женщины Странные тени Работаю над чем? Вы не могли бы Она закрывает глаза Вы не могли бы просто Помолчать Минуту Ну или Переходите сразу к делу Я тут пытаюсь сосредоточиться На одной задаче НОРМ-префект Это модель Радиокомпьютера Которую выпускают Специалисты для Правительства Разве не так? То есть Вы все-таки Знаете что-то в компьютерах Она поднимает глаза Которые можно даже Прочитать некоторую гордость За вас Вы правы Префект действительно В основном используется в правительстве Вы работаете на правительство? Нет Не работает Как он у вас оказался? Она делает глубокий вдох Прежде чем ответить на Одно вдыхание Потому что Мне для моего исследования Понадобится Хорошая машина И модель Рэм-Цивик Широко известная Своим Посредственным исполнением Так что Пришлось От нее отказаться Ну то есть Цивике не очень нравится Слабовата машинка Кроме того Сейчас Обзавестись машиной Рэм-Префект Стало не так уж и сложно Ну уж нет На самом деле Обзавестись такой машиной Довольно таки сложно Например Рэм-Префект Не часто встретишь В полицейском участке Ха А как ему удалось Раздобыть этот радиокомпьютер У моего Знакомого Есть знакомый Который когда-то Подрабатывал На коалицию Равнодушно Приговорит она Почесывая ухо На самом деле Я хотела Рэм-Рэшонау Из военной серии Но не смогла найти Она Поглаживает Светящуюся машину В целом В префекте Использует Те же технологии Что и в Рэм-Цивик На самом деле Это лишь Немного переработанная модель Но она действительно Более совместима С новыми моделями антенн Так что Грех жаловаться Да Конечно постараюсь Ничего не прикасаться У меня есть еще вопросы Отлично Она Снова Сосредотачивается На светящемся терминале Такой звук классный Механической клавиатуры Что вы делаете В заброшенной церкви? А Я вижу Вы любите задавать вопросы Да При этих словах В ее глазах В ее усталых глазах Мелькает огонек веселья Глаза Покраснели Должно быть она Последнее время Не досыпает Я полицейский Задавайте вопросы Моя работа Я провожу здесь Научные исследования Вы не можете выгнать меня Отсюда Произносит Анага Готовая Отставить свою позицию Какие исследования? Я ищу координаты Двухмиллиметровой Порехи В нашем мире Что блин? Пореха в мире? Стоп что? Она ищет нарушение Радиоволн Так говорилось В ее личном журнале Лейтенант удивленно Поднимает бровь Но ничего не говорит Это проверка связана С потерей данных О которой говорится В вашем журнале Что это вообще значит? Вот именно Что же это на самом деле значит? Она смотрит на тебя Каким-то лихорадочным взглядом Ее глаза блестят Словно жемчужные До настоящего момента Было невозможно получить ответ На этот вопрос Так как нельзя измерить Ничто Просто мне кажется Если бы я сказал бы про журнал Она такая Чего ты рос в моем журнале? И не знаю Было бы не очень красиво Мы уже кстати полчаса Провели здесь Ну ладно А вы что думаете? Что это? Каким качеством обладает ничто? Как измерить то что не существует? Внезапно этот разговор захватывает ее А она ждет ответа Легко Нужно лишь измерить мир вокруг Блин То есть мы живем в мире в котором Есть прореха Кто знает Эмена это и пытаясь выяснить Вот только как это понять Но это можно измерить Собирая данные об окружающем пространстве О том что существует А вот именно кивает она Именно так Это как раз то что я пытаюсь сделать Для этого я расставил здесь эти чаши с водой. Я использую гидропреобразователи, чтобы записать тишину, найти, где она начинается. Ты считаешь, что вот это вот столб тишины, это прореха? Ха, гидропреобразователь. Так вот, что это за чаша с водой? Это устройство записи звука через воду. Честно говоря, исследование продвигается не особо хорошо. Она умолкает, глядя на чаши, расставленные кругом, словно для кого-то древнего ритуала. Эта прореха связана с потерей данных, о которой так нет. Вы знаете, где эта прореха может быть расположена? Полагаю, что где-то под потолочными балками. Она смотрит наверх, пытаясь что-нибудь разглядеть в кроме шей темноте безрезультатно. Ну, хорошо. Смутное перекрестье с тропил. Единственное, что можно рассмотреть в темноте. Остальная часть купола скрывается в тенях. Почему там? В задней части церкви есть какое-то место, где исчезают все слышимые вибрации. Я назвал это место воронкой. Чем выше поднимается, тем меньше можно услышать. Колонна тишины? Вы уверены, что это не архитектурная особенность? Возможно, но это подозрительно близко к физическим координатам потери данных, что привели меня сюда. Это место, где живет человек... Это место, где живет человек краб. Знаю. Вы же не думаете, что человек краб может в этом как-то замешан? Нет, не думаю. Вы сказали, что исследование проводится не очень хорошо. Почему? Потому что все это лишь пробы и ошибки. Я пытаюсь найти координаты воронки. Ее точное положение в пространстве. Она замолкает... А, и у меня нет... Она замолкает предложение. Знаете, что вы мне... Знаете, что вы бы мне очень помогли, если бы просто помолчали и дали бы мне спокойно работать? Я это понимаю, но мне же нужно все знать. Ладно, черт с ним. Да, именно это и привело меня сюда. Она пристально смотрит на блестящую антенну, установлена рядом на столе. Но я подозреваю, что все это может оказаться несколько сложнее. То есть она, в принципе, понимает, что мы прочитали ее дневники и пофиг на это. Хорошо. Это все, что я хотел узнать. Ее руки порыхают на клавиатурой. Спасибо. Послушайте, по поводу той... Двухмиллиметровой провехи. Ну, давайте. Вы имеете в виду воронку? Она поднимает на тебя немного раздраженный взгляд. Так что, если не так? Так, пока ничего. Все. Что вы думаете по поводу анодной танцевальной музыки? Что? Она прищируется. Теперь терпеть ее не могу. Могу поспорить, что она ее даже ни разу не слышала. Если вообще когда-нибудь слышали. Хотя вы попытались послушать вам 40. Это же будущее танцевальное. Да, это же музыка не находит никакого отвлека здесь. Ты прикладываешь руку к груди. Не то, что диско. Ладно, а почему... Да. Возможно, чтобы понять такую музыку, нужно закинуться наркотиками на трезвую голову. Она звучит, как какое-то монотонное выбивание ковра. Даже отдаленно не напоминает мне ни о музыке, ни о танцах. Понятно. Когда вы думаете по поводу клуба... Ха. Вы сюда пришли за этих спидпанков в палатке, да? Она поднимает на тебя взгляд и качает голову. Тогда у меня для вас есть новость. Они тут ночной клуб хотят устроить. Они тут не ночной клуб хотят устроить. А что же тогда? Угадайте. Молодежный центр. Было бы неплохо. Контакт на зоопарк. Какие-нибудь общественные... Я уверен, что они все-таки хотят... Молодежный центр. Ведущая программист вдыхает. Не могу поверить, что ему удалось так легко вас обдурить. Сходите к этим перспективным предпринимателям, поговорите с ними еще раз. Хорошо. Хорошо? Спасибо. Желаю удачи. Это балет Леннад. Я туда точно не пойду. Да, конечно. В общем-то, да. То, что у них там явно не про музыку. Так. Передайте Андре мне не сон по подночного клуба. Я на самом деле не особо-то хочу им помогать. Ну, ладно. Сейчас больше дело о помощи себе. Потому что 22. И мы можем пойти и попробовать поискать наш пистолет. Чего мне очень хотелось бы. Что мне, скорее всего, очень нужно. Хорошо. 22.12. С этими ребятами я сейчас, наверное, разговаривать не буду. О, погодите. А это что? Я заберу. Этого тут не было. Девочка до сих пор на льду сидит. Ну, нет. К ним я сейчас не пойду. Я сейчас попробую отыскать все-таки. Давайте пяточку нажмем. Рыбный рынок. Рыбный рынок. Это... Это где, черт побери? Это... Это не это место, случайно? Мусорка. Это здесь. Держите руки, чтобы... Так, чтобы я их видел. А бубнит пожилая женщина, вся обвешенная полицейским снаряжением. Завидев тебя, она тянется к мегафону. Руки вверх! Это мусорка! Руки вверх! Живо! Орет она мегафон. Живо! Руки вверх! Это мой пистолет. У нее за спиной добытый где-то портативный полицейский сигнал. Как мигающих... Ээээ... О цветах ты замечаешь, что он держит дрожащий рукой пистолет. Рука у нее трясется. Симптом... Нейродегенеративного заболевания. Сейчас же бросьте оружие! Блин, Ким, погоди! Погоди... Что надо делать, Ким? Плохо делай, Летинова перешел на шепот. Сейчас главное вернуть ваше оружие. Мы не можем позволить свихнувшись гражданскому лицу бегать по округу с пистолетом. Следуйте указаниями, или я вас зажарю к чертям. Она продолжает орать, ковыляя туда-сюда. Поднять руки. Озреваемый достает какой-то предмет с кармана. Ее глаза наполняются ужасом. Страх под угрозой. Непредвиденная ситуация. Действую по обстоятельствам. Лечь на землю, лечь на землю. Мы просто хотим поговорить. Сдавайтесь. Необходим досмотр полости тела на предмет запрещенных материалов в ноздрях, ушах, во рту, в пупке. Уретри, крайние плоти, в агине и анальном проходе. Будьте осторожны, детектив не делать ничего, что могло бы ее спровоцировать. Похоже, дело плохо. Успокойтесь, дышите ровнее. Это самообладание мне подсказывает. Ну, тварь. Ну, я знал, что это будет так опасно. Координация. У нас координация. Плюс один. Это мусорка. А, рано или поздно придется отобрать мне пистолет. Похоже, может быть, перед этим удастся выяснить. Мы поможем разрешить... Мы можем разрешить дело миром. Пожалуйста, опустите оружие. Офицеру требуется помощь. Взгляд мечтся между тобой и кем. Подозреваемый скрылся. Лечь на землю. Прошу вас, лейтенант. Прошу вас, лейтенант, стараюсь поддерживать зрительный контакт. Мы хотим помочь, но вы... А, прошу вас. Надо стараться помочь. Мы хотим помочь, но вы должны опустить оружие. Давайте поговорим, ладно? Нарушение общественного порядка. Разрешаю огонь на поражение. Сектор огонь. Ее головой дергается в твою сторону. Большой красный ключ. Большой красный ключ. Пожалуйста, красный ключ. Это кодовое название тарана. Полицейский слэм. Тебе это известно. Пожалуйста, назовитесь. Эта полиция говнет. Твою заны, говорит. Она мегафон. Мордов пол. Ты арестован. Пока она размахит руками, ты замечаешь знакомые ампулы в пакетике, торчащие из горы полицейского заряжения. У нее на спине лекарства? Наркотики? Как я могу увеличить шансы? Мне с координацией вообще так-то отвратительно. Вы под препаратами, что ли? Конференскованная контрабанда. Мегафон превращает ее голос в металлический до боли. Доступ ограничен. Пропало 2 кило. Показания свидетелей недостоверны. Дело тут не в том, что она приняла ошибчительную. Скорее в том, что она чего-то не приняла. Так, кстати, да. Это мы из полиции. Подкрепление отрывается от мегафона, но тут же снова предносит его карту. Открепись, подкрепление, статус не подтвержден. Лейтенант, дважды и фрейтор. Это мой напарник. Нет, бормочет, безумная женщина, мотая голову. Нет, 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 нет. Я думала, господин Морант Гарретт, внезапно она начинает подносить мегафон карту и кричит. Нападение при отечащих обстоятельствах. Офицер ранен. Ведем преследование. В ее голове разыграет собственный сценарий. Он не имеет никакого отношения к происходящему. Это я уже заметил. Доложите обстановку. Лейтенант делает паузу. Офицер. Полицейский отряд скомпрометирован, орет она в мегафон все стороны, во все стороны летят слюни, подсвечены красно-синими огнями. Попытка выдать себя за сотрудника внутренних органов. Она что, не верит, что вы действительно из полиции? У меня есть удостоверение. А стоп, а если она права и я действительно... Так, я в полном обмунтировании лейтенанта РГМ, извините, на моем напарнике мы копы. Так, достать удостоверение. Блин, а если я полезу удостоверение, она меня убьет. Вот документы. Приди эти документы. Она несколько раз бьет себя мегафоном по голове, потом кричит выкоровленный динамик. Приди эти документы, прием, диспетчер, сектор, азимут. Это не код, это просто бессвязные слова. Ах, черт. Успех на 42% это прям, это успех. Так, действуем следующим образом. Ты швыряешь пакет для тары и... Пакет для тары? Это сейчас сыграло в плюс мне? И в лицо бросаешься вправо и мгновенно сокращаешь дистанцию. Левой рукой хватаешь ствол, в правой ломаешь запястье. Нет, в этом нет необходимости. Присмотритесь к пистолету. Свет от сигналки проходит насквозь через все три ствола. Он не заряжен. Шепотом кин. Почти уверен, что пистолет не заряжен. Да? Лейтенант пристально смотрит на отражащие дуло пистолета. Может и мой, кажется, вы правы. А, не саживайся. Оружие, которое вы держите, принадлежит мне, я знаю, что оно не заряжено. Что? Женщина, не верящим взглядом, смотрит на оружие. Ее глаза внезапно краснеет от слез. Она смотрит прямо в дуло и нажимает на спусковой крючок. Стоп. Щелчок. Щелчок. Ничего не происходит. Пожалуй, женщина смотрит на бесполезное оружие. Это не полицейский пистолет. В полицейском оружии должны быть пули. Это все не по-настоящему. Что это такое? Пистолет падает на деревянный настил, а по ее исцарапанным щекам начинает катиться слезы. В полицейских пистолетах всегда есть пули. Что это? Зачем мне это продали? Хватай пистолет. Живо. Это может быть твой единственный шанс. Поднять. Всем все равно. Она раскачивается взад и вперед, и голос ее слабеет. За что они так со мной обошлись? Этот механизм производства боли и унизительного страдания, снабженный головой конечностям, почти прекратил работу. Она устала тащиться по пустыне и не хочет больше не думать, не чувствовать. Фух. Уровень приехал. Задание выполнил. Погореть с мусоркой, заверить пистолет. Есть. Бедная женщина. Лейтенант. Прячь пистолет в кабуру. Нужно решить, что с ней теперь делать. Блин, это сложно. Но она полностью поехавшая. Черт. Никогда... Никого никогда нет рядом, бармач старуха, бездумно. Уставившись на настил. Никто никогда не приходит меня навестить. Мне очень жаль, что для вас все так обернулось. Ее расцарапанная кожа теплая на ощупь. По ощущениям, мир для нее не существует. Как думаешь, что с ней происходит? Она в ступоре, отвечает лейтенант, внимательно осматривая женщину. Неподвижно застывшую в темноте. Я уже видел такое. Неизвестно, надолго ли они могут целыми днями проводить. Почему она вообще стала такой? Честно говоря, я не знаю. Видимо, деменция. Он понижает голос деменции. И восьмой канал. И одиночество. Да, вот что... Если слушать слишком много криминальных передач... Наверное, ты прав. Одиночество. Похоже, случай тяжелый. Он, сочувственно, смотрит на женщину. Но вопрос в том, что с ней теперь делать. Может, просто арестуем ее? Не думаю, что в этом есть необходимость. В своем нынешнем состоянии и без оружия она никому не представляет угрозы. Я бы не был так категоричным, Ким. Мы можем рассказать об этом Титу. Дело как раз для местных миротворцев. Они могут даже знать ее родных. Да, думаю, работа как раз для Тита. Я не хочу еще больше раздувать само мнение Харди. Они не копы. Ну, копы. Хорошо. Раз это предлагает Ким, я соглашусь. Тогда попросим его, когда вернемся в танцы. Не нужно торопиться. Уже поздно. И они могли разойтись по домам. Но я думаю, на сегодня пока все. Пойдемте. Мы закончили. Когда ты отворачиваешься, женщина произносит слабым голосом. Пожалуйста, не выключайте радио. Это похоже на автоматическую рацию на полузаб... Реакцию на полузабытую фразу. Реакцию на что? На то, как ее оставляют в одиночестве? Она недвижима. Теперь это просто гора одежды и мигалок. Может, стоит обыскать ее еще раз? Мысль завершена. Пустошь реальности. Ох, у нас, да, эта мысль была очень долгой. Бессонница. Трезвый, скучный. Поздравляю. Ты протрезвел. Черт. Твоему телу понадобится изрядное количество времени, чтобы вспомнить, как перерабатывать хоть что-нибудь. Кроме сахара из алкоголя, так что... А, кроме сахара из алкоголя, так что скоро тебя напоет жор. Питайся обильно. Через пару недель постарайся восстановиться координация и равновесие. Через два месяца ты сможешь спать, как нормальный человек. Полное восстановление, впрочем, займет годы. Это будет очень тягостно и ужасно скучно. Не ожидай каких-то наград и аплодисментов. Обычные люди, они всегда так. То есть, мы протрезвели. И это дало нам кучу дебуафов. Минус грубая сила, минус внутренняя империя, минус внушение, плюс один психика. На самом деле, внутренняя империя мне как-то нафиг не надо. Внушение и грубая сила, это немножко жаль. И алкоголь перестал давать положительные эффекты. Принимаем. Черт, как вот это все... Хорошо. С Харди мы поговорим. Это не проблема. Пистолет. Так, тебе через так взаимодействие. Погодите. Крошка. Может мне не нужно было вот так сделать? Погодите. Черт. Чтобы прослушать эту запись, нужен магнитофон или переносной проигрыватель. Ломбард. В ломбарде может быть магнитофон. Завершить беседу. Черт. Но у меня же есть... Предметы. Пистолет. А, нет, это винтовка. А где мой... А, вот мой пистолет. Капсюль, 9-миллиметровый револьвер, вилье. Трехзарядный. Хорошо. Да, новый уровень. У нас два очка навыков. Я даже знаю, куда мне их применить. Поговорить с ребятами из палатки, наверное, сегодня этого делать не буду. Уже темно. Блин, а как в темноте отсюда выбираться? У меня не было мысли, это я случайно нажал, да? Да, я пропустил мостик. И я даже не зол на нее. То есть, она реально... Просто одинокая и уставшая. Дверь закрыта. Уже поздно. Пора укладывать детей спать. Да. С рыбачкой мы, наверное... Поговорим завтра и пойдем мы спать. Погодите. А... Я же теперь исследовал все побережье, да? Низкие шансы. Из-за присутствия Кима ситуация довольно неловкая. Кое-кого ищу. Я больше никого не ищу. Спасибо. Почему-то у меня этот диалог не прокручивается. Присутствие Кима нам еще мешает. Интересно, насколько это подымет наши шансы. Давайте я, наверное, сейчас, ну, грубо говоря, уложу его спать. А я могу с ним прямо здесь поговорить? Думаю, тебе следует знать, что я ничего не помню. На-на-на-на-на. Так. Хорошо. Тут мы уже все выяснили. Я думаю, что я, наверное, сейчас уложу его спать и смогу пройтись тут еще. Потому что я хочу сделать пару вещей. Пожалуй, без него. Не потому что я ему не доверяю, а потому что, вот как сейчас, этот триггер мне мешает из-за того, что он со мной. Я не могу ничего сделать. Надо будет купить магнитофон в ломбарде. Интересно, сколько он стоит. Ну, теперь, по крайней мере, у меня есть бесплатное жилье. А, и завтра я смогу еще поговорить о номере на броне. Это важно. Надпись была. Не можете открыть контейнер? Такой намек. Погодите. Тит. Иди сюда. Тит Харти. Снова вы. Гробоватка. Че надо? Так. На старом рыбном рынке, на другой стороне бухты, находится пожилая женщина в катоническом состоянии. Нужна помощь. Крамела хохочет, едва не прыская пиво. Чего-чего, начальник? Теперь ты хочешь, чтобы мы помогали старушкам? Вы же местные правоохранительные органы, разве нет? Лейтенант смотрит титул прямо в глаза. Значит, помогать попавшим в беду гражданам в вашей юрисдикции. Ладно, ладно, мы кого-нибудь пошлем. Кто? Погоди, кто? Ты про мусорку, так ведь? Ммм, она самая. Он повредит кепку. Эх, верная бабушка. Разберемся. У нее вроде были родственники в куроне. Бросили ее, как заболела, а нам поступают жалобы. Слушай, перебивает Эжен, а разве запасная команда Эврара не искала ее давеча? Что-то такое говорили, мол, она что-то нашла. А это правда, Эжен. Тит следует ему пивом и поворачивается к тебе. У нее твои вещи, у нее твои вещи мусор? И про каких обстоятельствах не говорит ему хулиганю, что потерял пистолет. Скажешь, примешь страдания. Не, ее вещей у меня не было. Нет? Ну ладно, начальник. Тит допивает пиво и утирает рот рукой. Блин, да что же... Да точно же говорили, что она нашла что-то. Что же тебя в углу... У себя в углу он все продолжает думать. Кто-нибудь помнит? Татуированный мужчина скребет голову костяшками. Не помню, я был бухой. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. А сообразишь у себя на галерке, дай знать, говорит громилый, поворачивается к тебе. Так что, я могу я тебе чем-то чем-то помочь? А кто... Как ее зовут на самом деле? Он снимает кепку и чешет голову. Мы всегда ее звали тетя Леплант. Какая-то там Леплан. Марьяна Амиго, отвечает он, наливая себе еще выпить. Марьяна Леплан. Кивну в громилу выпивать. Что значит, что-нибудь еще? Кем она была? Кем была раньше? Да просто бабка. Дети давно уехали, в гости не приезжали, на звонки не отвечали. Она иногда гуляет. Он, крути пиво в руке, в детстве заботилась о многих из нас. Всегда была слегка ку-ку, но все-таки в детстве. Да, это же было тысячу лет назад. Да и было лучше. Кто? Как она стала такой? Какой такой? В смысле, как лучше, что она хотела стать копом? Ну, она задумчива своей брови. Вообще, я не знаю. Кто-нибудь знает, когда она вздумала вести себя по-мусорски? Без понятия, кричит тотой ровный мужчина, но это расстройство ее. Какой нормальный человек захочет быть мусором? Охрана правопорядка, достойная профессия. Представители достойной профессии не стреляют по детям, цедро. Он вскакивает, крепко ухватившись за спинку стула. Не выбивают из заключенных признаний. Тише, Эл, он поворачивается к той ровному мужику, тот тяжело дышит. Присядь, нам нужно о ней позаботиться. Своих мы не бросаем, так что не психуй. Откуда у нее это полицейское снаряжение? Без понятия, пожимает ключами Тит. Живет у воды, на берег вечно всякий мусор выносит. Полицейская принадлежность не выносит просто так на берег. Не сбрасываем же мы их в реку по ночам. Она их получила, покупала, собирала. Ладно, спасибо. Не вопрос, копчик. У нас в Мартинезе душевно больных не бросают. Так, пацаны? Вы сказал про торговлю, обсуждали. Восьмого Харди. Проявил слабость при первой встрече. Это жаль, да. Так, я пойду. Мы с тобой потом еще поговорим. Там есть тема, о чем поговорить. Но это, наверное, будет завтра утром. Я думаю, что и про пулю поговорим, и всякое такое. Хорошо. Драма. Вот это да. Тут кое-кто поддался скуке. Что? О, да вы мой обычный господин, подай вам легион идей безумных. Вы выберите ту, что поскучней. Коричневую мне вон ту попроще. Мне нравится стандартно. Слушай, я просто пытаюсь сделать свою работу. Тут мне к чему... Не к чему все эти витиеватости, кстати, да. Ну, разумеется. Давай-ка сразу к делу. Мессир, мне ясно. Вы по кота-типу обычный коп. Я, впрочем, сообщу. Отправлю поскорее телеграмму. То есть это будет моим копотипом? Кота-типом? Такого будет ваш тип. Я так помечу. Считайте, что это даже классом. Народностью служить закону обычного с обычным соцпакетом. Хорошо. Новая мысль. Готово. Официальных сообщений... Готово. Официальных сообщений на деле не будем рассылать. Это было бы слишком мелодраматично для вас. Завершить беседу. Новая мысль, да. Но мне нету места, чтобы ее освоить. Ну, ладно. Насчет мыслей мы с вами еще разберемся. Карта обновилась. Я все-таки хочу кое-что попробовать успеть сегодня. Так что... Ким? Минучку. Я там видел за стойкой этого криптозоолога? Или мне кажется? Увидимся утром. Да, давай, дружище. Пока. Но он же услышит, что я ушел. Так, ладно. Нам нужен магнитофон. Мы тут расследуем убийство, но нам нужен магнитофон. Так, ты вернулся, да, дружище? Я, кстати, ничего не нашел. Очень рад снова видеть вас, офицер. Широко улыбается. Офицер широко улыбается. Он неловко кланяется. Моя жена очень хочет поблагодарить вас. Поговорите с ней, пожалуйста. Мы завершим квест. О, зайка. Я это на уж не знаю, как благодарить за то, что нашел мужа и помог ему. Надеюсь, мы не слишком тебя загружаем. Рад служить. Галстук. Вот, возьми, в знак моей благодарности. Она протягивает узкую ленту, заколотую серебряным птичьим черепом. Это галстук мискийский. Булавка антикварная. Не просто побрякушка. Маленькая серебристая булавка, которая заколота лента тепла. Она выполнена в форме птичьего черепа с восемью глазами. Наверняка это криптид. При случае можно о нем поспорить. Но фазмид, конечно же, важнее. Спасибо. Я не буду спрашивать о криптидах. Что может быть лучше благодарности доброй женщине? Так, чем могу помочь? Он грубовато хлопает тебя по плечу. Так. Ну-ка, вот, я проверил ловушки. Так, хорошо. Хладнокровность покидает его. Ну и? И одна из них была... Ничего, ничего, ничего. Может, я их и не проверил. Одна из них была пустой. Совершенно пустая. Глаза криптида расширяются. Да, у ловушки ничего не было. Ни саранчи, ни фазмида. Саранчи нет. Но нет и фазмида. Не идеально, но он потеряет подбородок. Лицо старушки светлее. Это просто значит, что астрологический фазмид даже умнее, чем мы думали. Это когнитивное искажение называется мотивированное рассуждение. Поправь их. Да, фазмидия забрал саранчи и улезну. Отличная новость. Хотя придется переосмыслить устройство ловушек, сделать их надежнее. Его спутник отдыхает очередной повод... Вздыхает очередной повод... Очередной поход в тростники, что сегодня с моей дикцией. Строить логические цепочки задом наперед от вывода, которому хочется слишком... Не слишком-то научно. Ценю вашу заботу. Офицер. Но, пожалуйста, оставьте это дело экспертом. Если только у вас нет альтернативной гипотезы. Ты тыкаешь нежное брюшко его психики. Он понимает, что уже начал обороняться. Так, выполнено. В смысле? Хотя нет, меняет он интонацию. Простите за эмоции. Для нас это важно. Вы дважды помогли и принесли прекрасные новости. Сердечно вас благодарю. От вашего лица... Я не смог это прочитать. Тело пахнет нечистым. Кража? Оскорбил. Я его оскорбил. Ну-ка. Вспомните, как именно потревожили пустую ловушку. Будто встряхнули. Скорее всего, чьи-то юные руки, которые пролезли бы внутрь этой ловушки. Стоит спросить. Рыжего пацана. Куно. Я думал, саранчу мог украсть малолетний хулиган по имени Куно. Малолетний хулиган? Но зачем ребенку насекомое? По лицу женщины пробегаете интриги. Ах, милый мой, Морель. Слишком давно ты... Слишком давно ты старый. Дети любят мучить насекомых почти так же сильно, как и стариков. Потолкую с мелким... Потолкую с мелким троглодитом. Вдруг что узнаю. Хм. Дело о пропавших насекомых? Что? Что? Дело о пропавших насекомых? Это же так любезно. Буду ждать новостей. Я потолкую с мелким. Черт, ладно. Буду ждать новостей. Чувствую мы близко-близко. Продолжить. Мужчина поворачивается к кустам. Что же, вижу помощник... Что же, вижу помощь... Вам окажут. Встретимся сегодня у меня. Поиграем в сюзеренитет. Но в поле я больше не пойду. После этого разговора твоя последняя возможность поговорить с Гэри. Последняя возможность поговорить с Гэри. Я понял. Гэри, ты серьезно? Голос старушки внезапно дрожит. Мы же продвигаемся. Я рада сыграть с сюзеренитет. Но... Простите, Лена. Но никуда вы не продвигаетесь. Это просто дети. Я знаю местных троглодитов. Тырят все, что не прибито. Даже насекомых. Он смотрит в свой чай. Морел. Правда, это было бы здорово. Но мне нужно принять ванну и вернуться к доставкам. Допью чай и ухожу. Нет, нет. Не извиняйтесь, Гэри. Ты очень помог. Не извиняйся. Но сюзеренитет все-таки в другой раз. Сегодня нам нужно довести дело до конца. Хорошо. Значит, Гэри. Я думаю, что мне это предостережение дали. Потому что если бы я до сих пор не забрал бы у него броню, то это был бы мой шанс. Но мы с ним вроде как... Так. Внутренняя империя и сила воли. Два... У меня драма слишком развита. Давайте-ка я вот так вот сделаю. У меня как раз внутреннюю империю отняли. И силу воли себе добавлю. Так что у меня вполне подходит. Все, ребят. Давайте тогда на этом закончим. В следующей серии я пойду попробую поповорачивать свои делишки в одиночку. Так как я собирался. А пока на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok